Очень мало в мире стран, на долю которых выпало столько войн, сколько пришлось испытать России. И в каждой из этих войн наши солдаты и офицеры сражались мужественно и самоотверженно, защищая свою родину. На примерах ратных подвигов воспитывается подрастающее поколение. 20 лет прошло с того дня, как 6-я рота 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в Аргунском ущелье Чечни встала на пути боевиков. По данным командования, их было более 2000 против 90 десантников. Старшему из воинов было 37, младшему 18 лет. С 29 февраля по 1 марта в бою погибли 84 военнослужащих роты, в том числе все 13 офицеров. В живых осталось 6 солдат. Гибель 6-й роты потрясла всю страну. О нестареющем подвиге десантников вспоминали на уроке мужества в 5-й средней школе имени Героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова. В гости к ребятам пришли ветераны воздушно-десантных войск, которые рассказали о своей службе. В 2000 году я был в служебной командировке Чеченской республики в составе свободного отряда ОМОН и 2-й подразделения ППС. У меня специальные задачи практически на всей территории Чечни. Было в Омонском ущелье, было на высоте. Отличительными чертами голубых беретов всегда были отвага, постоянная боевая готовность, умение действовать нестандартно и решительно в любых ситуациях. И, конечно же, взаимовыручка. Все это делает наших воинов непобедимыми. Враг пройти не должен. Я хочу вам еще раз сказать, что я учился в этой школе, я горжусь тем, что я закончил эту школу. И то, что эта школа носит имя великого командующего, человека легенды номер один, Василия Филипповича Маргелова, он много сделал. Такие встречи очень нужны школьникам, будущим защитникам Отечества. Ведь это не просто урок истории, взволнованный рассказ о роте десантников, шагнувших в бессмертие. Это урок настоящего патриотизма, мужества и чести. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Константин Монастыренко, программа «События». Георгий Калинин, Константин Монастыренко.